Последнее время в сообществе Осмо, так как это несерьезная карта, возникла новая развлекаловка, которая начал проект Дороги в Рим. Берется какой-нибудь город, как правило, столица, и строятся все возможные пути в эту столицу. После этого они накладываются, и получаются такие красивенькие деревья. Первым идею придумала студия MovieLab, сделала постеры, попросила денег. Потом даже был твит в официальный твит OpenStreetMap, после которого произошло, что произошло. И я просто подумал, что почему такие маленькие страны, как Италия, имеют свои карты. Такая большая страна, как Россия, которую еще давно говорили, что Третий Рим находится в Москве, не имеет такой карты. И я собрал статистику по путям, по дорогам, и построил собственную карту дорог, ведущих на этот раз в Москву. Случилась примерно такая карта. В России есть некоторые свои особенности. Во-первых, это ее большая протяженность с Востока на Запад. Но и одновременно с этим все-таки большая ориентированность на Москву. Все дороги, после того, как посчитались, действительно ведут в Москву. И забавно, что для того, чтобы попасть в Москву, по факту нужно пользоваться магистралями кольцевыми. И несмотря на то, что это большие дороги, в принципе, пути хордовые и радиальные, они всегда быстрее. Сибирь, к некоторому моему удивлению пересекают, на самом деле, несколько больших путей, по которым можно с Востока приехать назад. Ну, а Петербург, получается, менее выражено тогда. Посмотреть карту в векторных тайлах, мапбоксовских, можно вот по адресу, я выложил на свой сайтик. Ну и в создании я пользовался, естественно, данными OpenStreetMap, выгрузку Gislaba Российской Федерации. Очень удобно, потому что, если строить по всему миру, то очень много дорог у нас пролегают по союзным республикам. Это действительно более быстрый путь, но идея была не в этом. Тайлы и все гисовское окружение я взял мапбоксовское. Дороги строил с помощью SRM, а с плагином Maps.me, там, если порыться в исходниках, есть классный плагин, который позволяет не геометрию маршрута выдавать, а айдишники дорог, по которым прошел маршрут. Соответственно, их легче считать и что-то с этим делать. Ну и в качестве окружения я дружил все это вместе годом на бетоне. Как-то так. В общем, вот. Тимоническое. Давайте по-полам. Ну, в общем, в целом карта получилась. Пока. У нас есть... Что зависит от количества прошедших по ним путей. То есть, если там она один раз играет, один раз пути прошли из любого населенного пункта, Plays Town или Plays City в центр Москвы. То есть, ты брал населенный пункт из всей и по ним рассчитывал, есть маршрут, нет, да? То есть, начальные точки какие были? Центр населенного пункта, там, где стоит точка Plays Town City. То есть, до Москвы всегда? Да, всегда до Москвы. Ограничение какое-то поставили там было или нет? Нет. Ну, то есть, любой длины маршрута? Ну, маршрут кратчайший, но любой длины. Ограничение было то, что по территории Российской Федерации, чтобы не красить союзные республики. Не все маршруты выглядят прям супероптимальными. То есть, вот здесь у нас есть большие горные хребты, огромные незаселенные области типа Плата Путорана. И еще я здесь не красил водные пути, поэтому некоторые дороги обрываются на реках. Где-то, допустим, в Никутске, по этой картине. При визуализации, при любом масштабе, там хотя бы пиксы, причины есть. Потому что там странные какие-то выходы есть между дорогами, которые идут, а потом раз, пусто между... То есть, необоснованно какое-то время. Вот вверху было. Здесь, к сожалению, Mapbox уже приезжает в пользу. Визуализацию. Ну, где-то... Есть из-за аномалии. Иногда бывает аномалия связана с тем, что... Так как я считаю не геометрией, а идентификаторами дорог, то иногда в Осме дороги нарисованы очень длинными. То есть, не от перекрестка до перекрестка, а там десятки, сотни километров. И если хотя бы чуть-чуть по ней кто-то проехал, естественно, берется полный участок. И поэтому появляются всякие связанные участки большой длины, либо связь больших часто проезжаемых дорог, ну, как здесь. Вот эта вот связь. То есть, непонятно, что здесь как-то так, кто-то въехал, так. Но часть проехала по этой хорни, часть через Брянск. Ну, вот так получилось. Это, наверное, минус подхода, что получается чуть менее аккуратно. Но зато быстро. Из острополитических на момент моей выгрузки часть Крыма была запигирована как Россия. Я брал только сити, где other country был RU. и получилась маленькая дорога в Крыму. И из проблем, с которыми столкнулся, Калининград, который не связан с сухопутными путями с остальной Россией. Поэтому, чтобы... Ну, изначально, получается, по-моему, делал колбаса до водных путей. И чтобы как-то улучшить картинку, я выбрал вариант, когда... Я посчитал для этого отдельного участка все дороги, ведущие в Калининград. Из него можно сесть на корабль и приехать в Россию. Вообще не в Калининграде есть на корабль. Ну, из Калининграда, насколько я помню, откуда там, из Балтийска, что ли, делать? Ну, возможно. Тогда и поэтому... Если мы говорим про автомобильный маршрут, тогда надо тянуть не в Калининград, а в Балтийск. А, ну да, наверное, поэтому у меня получалось, что я ехал в Балтийск. Я решил сделать здесь маленькую вырезку и пересчитал на Калининград. Вполне возможно. Да, по-моему, один единственный паром, он из Балтийска, он раньше в Питер ходил, а сейчас... Я. Заполоманный розыск на каких-то участках это не было в России или незаметно? Ну, то есть, может быть, где-то какая-то важно магистрально разорванный и не ровно сохранить. Или... Ну... Не всплывал так. На вид не всплывает. То есть, если бы что-то было, так вот прям серьезных поломок не видно. Наверное, если... Интересно, проводил анализ по изолированным графам? Проводил, СКИР проводил. Есть валидатор, который считает изолированные графы на Российскую Федерацию. Нет, не работает СКИРовский по слоям изолятора. А глобальный изолятор, по-моему, и сами считают. Их, да, считают изоляты. Из интересного сейчас в Осме норильское изолят. Но, я думаю, вполне себе географические изоляты. На машине из Норильска материковая часть не приехала. Ну, по-моему, интересно построить карту, скажем, с дорогами тоже класс, типа, да? И сравниться с этой. Смотреть, где там отличия большие. Ну, ты меня, можно сказать, раскусил. На самом деле, глобально этот проект вырос из немного другого проекта. Он сейчас проходит в Maps.me. И он заключается в том, чтобы нарисовать на обзорном масштабе связанную сеть дорог. Сейчас обзорный масштаб ОСМ, он выглядит не очень красиво, потому что дороги рваны. Это связано с тем, что у каждой страны глобально свои правила тегирования хайвеев. И нельзя выделить какой-то тег, допустим, хайвей-моторвей, получить красивую сеточку. сеточка будет разной и по плотности, и даже по связности. Все любят, в пример, приводить Польшу. Если мы посмотрим сайт, наш любимый стрит-мап. Где был виден дом? Вот, еще на этом зуме, если присмотреть, у нас есть обрывки транков. Это, на самом деле, объезды городов. Видимо, их чуть попозже построили, там хорошая трасса. Они нарисовали их мутрою. А по факту трасса-то единая, которая ведет в Гродно. Ну, вот, если просто поднимать по тегам, получается вот такие вот обрывки. Давайте скорее, как бы даже не статус дороги, а фактическая скромодательная. Как, по-моему, их изоляция не тут. А вот эти маршруты, по-моему, еще были все время, тоже, по-моему, которые заклируют. По-фигуратейские визи-релэйшнах, наверное. Ну, вот, к сожалению, тех маршрутов я еще не нашел. Хотя, да, я... Как у них вкус, насколько там полное их покрытие? Я... Кстати, в этом отношении проприедарщики обычно заморачиваются. В УСМе народ не настолько заморачивается связанностью дорог, если брать структуру на хир, вот они любители. Они покажут дорогу, как она кодируется в самом городе, внутри, и при этом становят связанную сеть с помощью своих внутренних интересов. Ну, да. То есть, в сообществе, конечно, настолько заморачиваться народ, наверное, не получится. Ну, и к этому и приходит. То есть, сообщество не заморачивается, но каким-то большим компаниям, Maps, спутнику, надо как-то рисовать сеть дорог на обзорных зумах, надо рисовать это красиво. То есть, позиция сообщества, понятно, своя позиция, тоже, каждому пользователю, не будешь объяснять, что... Ну, да, выглядит как-то странно, но это потому, что мы такие открытые, потому что у нас тут... А мысль будет такая? Балково присваивать какие-то еще характеристики или решать внутри себя? Ну, мы сейчас остановились на том, чтобы делать теги, ну, присваивать теги дополнительные, но эти теги не уходят в ОСП. То есть, это для себя. Вообще, идея была хорошая, сейчас, не будет комиссия. Спасибо. А ведь какие-то только тайлы доступны снаружи, или можно все-таки где-то... Ну, просто, чтобы самому не считать. Ну, к выставке я не успел привести весь код в порядок, но я планирую, да, выложить весь проект на GitHub. Хотя бы данные вот не в виде тайл-пайта или там какого-чего-то? Ну, да, есть список CSV, Node.id, которая и есть пропаршенная геометрия GeoJSON, которую я, собственно, грузил на Mapbox, чтобы он нарисовал дороги. если у кого-то будут руки чесаться, то можно взять и пойти себе напечатать. Да. Есть ли смысл в такой же схеме, но для пешеходных маршрут? Я думаю, эта схема будет невероятно точно похожа, потому что пешеходные маршруты они еще настолько не развиты, что 99.99 они пройдут по магистрали. авторгумен хруст литер предстоя